В этом видео мы обсудим, какие факторы влияют на скорость передачи данных при использовании запя для Android и что можно сделать, чтобы улучшить скорость передачи. Имейте в виду, что помимо показанных в этом видео факторов, существуют и другие, но мы рассмотрим только те, которые играют наибольшую роль в определении скорости соединения и обмена файлами. А теперь приступим. Скорость передачи напрямую связана с тем, какая версия запя у вас установлена, какая версия операционной системы Android установлена на вашем устройстве, поддерживает ли ваше устройство частоту 5 ГГц, к какому устройству вы подключаетесь. Вы можете посмотреть тайм-код в описании под видео, чтобы сразу перейти к той части, которая интересует вас больше всего. Однако, мы рекомендуем вам посмотреть видео полностью, поскольку все четыре фактора напрямую связаны друг с другом. Ваша скорость передачи может быть ниже, чем обычно, если вы используете старую версию запя. Мы постоянно обновляем запя, чтобы сделать приложение более удобным для вас, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам обновить приложение до последней версии. Вы можете проверить установленную на вашем телефоне версию, нажав на «Я» в нижней части экрана, а затем кликнув на «Настройки» в правом верхнем углу. После этого выберите «Дополнительные настройки» и нажмите «Проверить обновление». Система сообщит вам, установлена ли у вас последняя версия или вам нужно обновить приложение. Настройки соединения по умолчанию в приложении запя различаются в зависимости от того, какая версия операционной системы Android установлена на вашем устройстве. Вы можете проверить, какая версия операционной системы установлена у вас, перейдя в «Настройки устройства» и нажав «Сведения о телефоне». В некоторых случаях устройство не может быть обновлено до последней версии Android. Это зависит от того, в каком году было выпущено ваше устройство. Однако, это не повлияет на использование запя. Запя автоматически выбирает режим соединения, который обеспечивает максимальную скорость подключения в зависимости от версии операционной системы Android на вашем устройстве. Как видно из этой таблицы, каждая версия операционной системы Android предъявляет разные требования к созданию соединений с использованием точек доступа Wi-Fi и Wi-Fi Direct. На устройствах с установленными Android 10 или 11 пользователи могут обойти ввод пароля, если устройство, на которое они осуществляют передачу, также поддерживает Wi-Fi Direct. Если у вас возникли проблемы с соединением, попробуйте изменить режим с автоматического на режим «Рекомендуемый по умолчанию» для вашей версии операционной системы Android. Вы можете сделать это, щелкнув значок «Трансфер» в нижней части экрана, а затем щелкнув настройки подключения «Connection Settings». В разделе «Настройки для создания группы» выберите точку доступа Wi-Fi или Wi-Fi Direct, в зависимости от того, какая у вас версия операционной системы Android. Другая причина, по которой у вас низкая скорость соединения заключается в том, что ваше устройство не поддерживает частоту 5 ГГц. Независимо от того, какая версия операционной системы Android установлена на вашем устройстве, канал Zapi по умолчанию настроен на приоритетное использование частоты в 5 ГГц для установления соединения. Если ваше устройство не поддерживает частоту 5 ГГц, для создания соединений с использованием этого канала потребуется немного больше времени. Если у вас старая модель устройства, она может не поддерживать частоту 5 ГГц. Вы можете проверить, поддерживает ли ваше устройство эту частоту, посмотрев характеристики в интернете или воспользоваться приложениями, анализирующими Wi-Fi. Если вы решите использовать приложение Wi-Fi на лазер для проверки, вы также сможете найти менее загруженную сеть Wi-Fi. При передаче файлов важно, чтобы вы использовали сеть, которая не переполнена. Когда слишком много устройств используют одну и ту же сеть одновременно, это замедляет соединение. На устройствах, которые не поддерживают 5 ГГц, мы рекомендуем изменить настройки подключения с значением по умолчанию на приоритет совместимости частоты с другими устройствами. Для этого кликните «Трансфер», расположенный в нижней части экрана, а затем нажмите настройки подключения «Connection Settings». В разделе «Настройки для создания группы» вам необходимо изменить режим на точку доступа Wi-Fi или Wi-Fi Direct, чтобы изменить канал с «Высокая скорость» на «Совместимость». Пожалуйста, обратитесь к таблице, показанной ранее в этом видео, чтобы выбрать, какой режим подходит для вашего устройства. Скорость подключения вашего устройства в передаче данных по многому зависит от совместимости устройств. Если есть проблемы с совместимостью, скорость передачи может быть низкой, и есть вероятность, что соединение не будет установлено. Чтобы убедиться, что устройства совместимы, убедитесь, что на обоих устройствах используется последняя версия ZAPI. Другой способ проверить совместимость устройств – выбрать Wi-Fi HotSpot в качестве канала для создания группы. Не все устройства поддерживают Wi-Fi Direct, поэтому Wi-Fi HotSpot является более безопасным выбором для создания подключения. Вы можете изменить режим, открыв меню «Настройки подключения», нажав на главном экране «Трансфер» и выбрав «Точка доступа Wi-Fi» в разделе «Режим». Устройства, не поддерживающие частоту 5 ГГц, не смогут сканировать и находить устройства, которые работают на частоте 5 ГГц. Эту проблему легко решить, изменив настройки подключения на устройстве, создающем группу. На устройстве, которое создают группу, нужно зайти в меню «Трансфер», расположенный в нижней части экрана, а затем выбрать параметр «Подключение». В разделе «Настройки для создания группы» вам необходимо изменить режим на точку доступа Wi-Fi или Wi-Fi Direct, чтобы изменить канал с высокоскоростной на совместимость. Пожалуйста, вернитесь к таблице, показанной ранее в этом видео, чтобы посмотреть, какой режим выбрать для вашего устройства – Wi-Fi Hotspot или Wi-Fi Direct. Как видите, скорость передачи определяется рядом факторов. Мы оптимизировали запи, чтобы вы могли передавать файлы любого формата и любого размера на любую платформу. В результате, некоторые настройки по умолчанию могут оказаться не лучшими для вашего устройства. У вас есть возможность изменять настройки, чтобы обеспечить максимально возможную скорость передачи. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь спрашивать нас в комментариях ниже, или отправьте нам электронное письмо по адресу feedbacksobachka.demobile.net Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...